С самого детства Андрей Чистяков знал, что станет врачом. Другого пути для себя он не видел. Перед глазами стоял пример отца, Юрия Александровича Чистякова, главного хирурга нашей больницы, и матери Антонины Федоровны, которая сначала работала лор-врачом, а потом возглавляла кабинет медицинской статистики. После окончания медицинского вуза Андрей Юрьевич проработал несколько лет в Ивановской городской больнице. В 1986 году вернулся в родной город. И я стал работать врачом, анестезиологом и реаниматологом в нашем отделении, в нашей больнице. Как сложилась жизнь, что я стал заведующим отделения реанимации. У нас пять лет отработал заведующим. А в 2002 году мне предложили перейти на должность заместителя, тогда еще начальника медицинской части. Затем он был заместителем главного врача, а сейчас руководит диагностическим центром. Андрей Юрьевич поработал со многими специалистами, помогал и молодым начинающим докторам. Хорошего врача, по его мнению, должно отличать клиническое мышление и стремление как можно глубже познать свою специальность. Если человек остановился на достигнутом и застыл на этом месте, этот врач скоро потеряет интерес к своей работе. Наверное, основной принцип, который я хотел бы пожелать молодым специалистам, и чему сам всегда старался следовать, это ответственное отношение к своему делу, к своей работе, к своей специальности. Медик со стажем Андрей Чистяков смог лично оценить профессионализм врачей, которые работают в красной зоне и борются с коронавирусом. Он был одним из первых соровчан, которым в апреле поставили диагноз COVID-19. В тяжелом состоянии медика доставили в инфекционное отделение клинической больницы номер 50. Много дней коллеги боролись за его выздоровление. Тактика лечения тогда еще не была отработана. Врачи учились на ходу, изучая рекомендации коллег из других городов, прослушивая лекции. Особая благодарность моя сотрудникам инфекционного отделения, врачам, которые лечили меня там. Это большой профессионализм наших медсестер, которые, находясь в средствах индивидуальной защиты, в очках, в двух масках, в двух перчатках, искусственно попадают в вены и оказывают помощь людям. Это врачи, которые приходят и постоянно вселяют дух и надежду пациентов. Редакция «Канал-16» поздравляет сотрудников клинической больницы номер 50 с их профессиональным праздником. Желает им здоровья, благополучия, вдохновения и благодарных пациентов.